Кто ты такой, чтобы прокачать мои навыки? Фишка в том, чтобы люди не просто слушали спикера и кивали. Когда-то я думал, что я стану депутатом Госдумы. Когда ты понял, что ты бизнес-тренер? Или как это вообще происходит? Вы мне лично 16 тысяч должны, вся ваша компания. Я вообще всем расскажу про вас. Ну явно это цыганство и полный бред. Ребят, всем привет. Меня зовут Заяц Павел. Но сегодня мы будем говорить не обо мне. С вами познакомимся чуть позже. И сегодня мы попробуем разобраться, кто такие бизнес-тренера, являются ли они инфо-цыганами, сколько можно заработать в этой профессии, как она устроена изнутри. И сегодня у меня в гостях Владимир Якуба. 38 лет, 11 книг, 134 города и 18 стран, где провел обучение. Я помню, я вспоминаю, когда мне было 11 лет, я во дворе разговаривал с ребятами. Ты вообще кто такой? Когда ты понял, что ты бизнес-тренер? Или как это вообще происходит? Мне даже, ты говоришь, что бизнес-тренер меня даже немножко передергивает. Потому что я себя полностью с этой профессией не ассоциирую. А как? Кто ты? Я себя ассоциирую, как человек, который прежде всего специалист в конкретных вопросах, который обучает людей в определенных направлениях. Но называемый бизнес-тренер, да. 23 мне было, когда я стал проводить уже системные тренинги. Я тогда работал как раз в МТС. И внутри МТС я прошел обучение, и я стал проводить тренинги. И называлось сегодня введение в МТС, ну, какие-то такие первые welcome-тренинги для новых сотрудников МТС. При этом до этого я могу еще называть цифру 17-18 лет могу, потому что я уже в 20 лет, это было 18 лет назад, я уже стал проводить, ну, как бы, тренинги по составлению резюме. Ну, это было скорее выступление, потому что я непрофессионально прокачивал навык студентов. Не так, как это нужно было делать. Сколько в год я провожу, ну, сколько, наверное, ну, где-то городов 100 я проезжаю. Ну, там, 134 выступления было в позапрошлом году, еще до пандемии, позапрошлом. А в прошлом какая-то цифра была 80 с чем-то вылетела из головы, ну, потому что с пандемией. Но 80 выступлений все-таки было вживую, и сколько там онлайн. В чем стоит работа бизнес-тренера? Чаще всего это у большинства, это работа в том регионе, в котором ты живешь. И это не связано с большим количеством поездок. Но это связано со страхом публичных выступлений, это связано с интереснейшей динамикой, которую должен создавать в аудитории. Это не просто говорить, а динамику создавать. Для того, чтобы получилось хорошее выступление, необходимо 5 вещей. Первое – умение работать с аудиторией, динамика. Второе – это подготовленная презентация. Третье – это правильное расположение оборудования в аудитории и сидящих в зале. Четвертое – это умение в аудиторию отправлять вопросы примерно каждые 40 секунд-полторы минуты приблизительно, чтобы каждый раз дергать, дергать всех участников. И пятое, в конце концов, самое главное – это участники, чтобы их было хотя бы не 4 человека или не трое. Когда-то я думал, что я стану депутатом Госдумы. Я, кстати, почти стал членом общественной палаты Российской Федерации. И хорошо меня не завело в эту сторону. Если говорить честно, я думал, что есть единственное применение своих желаний выступать публично, работать с людьми, с аудиторией и как-то делать что-то правильное, доброе, сильное – это быть политиком или общественником. Все понимают, что все идут в политику хапать? Я совершенно точно тебе скажу, что я хотел идти в политику, чтобы менять, улучшать город, как-то жизнь людей. Я знал, в чем это делать. Ну, это было юношеское тогда. Я же жил в Нижнем Новгороде. Я бы даже не сказал, что я смотрел на какие-то дорогие тачки, еще что-то такое. Да что-то как-то их там не так ушибка, и так и много было. Может быть, как-то я не думал об этом. Мне очень хотелось, чтобы было, знаете, как муж искал, мужик сделал. Ты сказал, запустил какие-то процессы, подключил, собрал чего-то, и у тебя получается, ты получишь ваш обратную связь, двигаешься дальше. Вот как-то я вот этого запуска хотел. Откровенно скажу, я о деньгах не думал. По-моему, как-то даже совсем. Я ездил на папе на девятке 89-го года, когда я уже смог зарабатывать на бензин, и как-то меня это… И как-то я не сильно думал о каком-то автомобиле, как-то квартире. У меня просто шло, перло, получалось, вот двигалось. Почему сегодня ты приехал на Kia? На Kia? Да. Почему ты не приехал? Как-то K5 или K7? Как все бизнес-тренера там на Мерседесе, на Майбахе, ну на нормальное такое. Ну, после ВАЗ-2109 80-го года Kia это существенный рост. Новая Kia там как на Optima, или не Optima, а K5, какое-то хорошее. Когда я вызывал такси, я вызываю или комфорт плюс, или бизнес, два варианта. Причем в регионах часто бывает только экономика, но сейчас мы говорим про Москву. Комфорт плюс и бизнес. И для меня главный критерий, учитывая, что я кардинально разницы в них не вижу, главный критерий, сколько минуток он пишет, когда подъедет таллинная машинка. Кто ты такой, чтобы прокачать мои навыки? Ну, то есть, я как-то был на семинаре, и там, ладно, не буду называть фамилии, там, этих тренеров. Но меня оттуда выгнали после обеда, потому что человек, который проводил этот семинар, у меня вызвал жуткий резонанс и понимание, что он вообще некомпетентен в своем вопросе. И то, чему он пытался нас научить, у него просто даже не было опыта. То есть, он рассказывал какие-то вещи, а на вопрос, ну, типа, ладно, не буду говорить имя, Вася. Вася. Василий, да. Василий, Василий, а что у нас по опыту и какой у тебя бэкграунд? Он такой, ну, типа, я же бизнес-тренер, а не, типа, там. Ну, то есть, как человек, который не понимает ничего в каком-то бизнесе, может тебя учить? Василий, большая умница, что вот прямо увидел эту профессию, начитался в интернете каких-то статей, сделал PowerPoint или там Keynote презентацию, и выходит, выступает, и к нему идут люди. Я имею в виду большую умницу с точки зрения того, что он, ну, ему хочется, он этим занимается. Но только хотеть чем-то заниматься и делать это правильно профессионально, это прям разные вещи. И мое кредо такое, правило простое. Если ты в этом сам поварился, у тебя право есть, ну, как значок такой, галыч, ты имеешь право, прям документ, ты можешь об этом говорить. Если ты в этом не разбирался, сам не варился, сам не делал этого, не запускал проекты, тогда, ну, как-то и прав у тебя нет. ДЖС идут именно под жилую застройку, да, чтобы он был на ПМЖ. И, кстати, ощущение, что у него голос так более попрофессиональный, да, чем у того первого парня? Более уверенный, да? Но того парня первого я услышал первого. И у меня, соответственно, впечатление именно благодаря ему строится, такое первичное. Скажите, что он сейчас делает, ну, не совсем верно. Поэтому мы такую историю не практикуем. Да, да, поддержите телефон, я пока тренинг проведу. Итак, бизнес-процесс будет первым разделом. Если говорить про экспертное поле, это те направления, которыми я горжусь, которые мне, благодаря которым я вижу, как люди развиваются, двигаются у них, получается. В частности, это с чего я начал в прошлом, это подбор персонала, это мотивация, это работа с командой. Я прошлый сам HR в прошлом и сам руководитель кадрового агентства. Вот в этих двух плоскостях. Второй это продажи. Вот смотри, HR, как бы у меня вопросов нет. В смысле, все круто, у тебя было свое HR-агентство, там куча титулов. Ты спец. Продажи. Откуда здесь? То есть ты учишь людей продавать, ты это делаешь в режиме реального времени. Смотрится, это все круто, эффектно, вау. Но откуда у тебя опыт продаж? Я не чешу языком, а беру трубку телефона и звоню. Ты это знаешь? Это я делаю на каждом событии. И вот позавчера в Южно-Сахалинске у нас были очень крутые кейсы. Люди выходили, одному человеку нужно было квартиру продать. И поговорить с продавцом в городе Корсаков. Это второй город по уровню Сахалина. И у них не получалось что-то с этим продавцом. Ну, то есть суть была такая, что он договорился с другим риэлтором, а этот риэлтор, который находится в зале, он говорит ему нет. Ему говорит нет, а ему нужно покупателям показывать, как-то вот двигаться. Позвонил я и договорился за него, что он мне сказал да. Разговор длился 5,5 минут. Я просто положил трубку и запомнил это. 5,5 минут и вот этот результат. А теперь откуда у меня этот опыт взялся? В 10 лет я когда-то продавал рубашку на рынке. Моя мама музработник, она баянистка и в 90-е годы многие работали на рынке, продавали что-то. Моя мама ездила в Черкизово, я с ней везет за закупку, покупала, продавала. И мне этот опыт не понравился. С 10 лет я сделал перерыв в карьере и чуть постарше я стал уже продавать больше. Ну, а так все-таки серьезная моя работа, это в 20 лет я работать стал в кадром агентстве, вот о чем я говорил сегодня. И было в две плоскости. Когда у меня не было клиентов, я был менеджером по продажам. Когда у меня были клиенты, я был хедхантером и рекрутером. А хедхантер это тот человек, который очень тонко продает карьеру людям. Он сначала на них выходит, раньше не было соцсетей. Трубка телефона, ты звонишь в компанию, кто-то берет секретарь, берет трубку. Ты правдами-неправдами сначала узнаешь, как зовут людей в структуре. А потом ты с каждым начинаешь вести переговоры для того, чтобы выудить информацию и понять, можно ли ему предложить работу. Это и есть продажи. И вот оттуда у меня пошел опыт в продажах. Он двигался дальше, потом я стал директором регионального агентства. А потом уже я и до этого, и после все, продажи. Это не та история, что потом ты нанял какого-то сотрудника на топовую должность, а он там стал каким-то то ли генеральным директором, то ли... Президент МТС, а сейчас он президент АФК-системы, да. Это тоже был хедхантинг. Тот самый пример, когда ты продал человеку вакансию. Главный вопрос у меня. Сколько зарабатывает Владимир Якуба? Для того, чтобы узнать, сколько зарабатываю я, точнее, сколько стоит мой тренинговый день, нужно просто позвонить моей помощнице. Телефон 8901, 8 миллионов. Кстати, как сумма раскладывается? Как спрос рождает предложение из-за плотности графика, из-за качества выступления и качества результатов, которые я даю участникам. При этом я лучше так скажу, сколько на этом рынке зарабатывают спикеры плюс-минус моей категории, моего опыта. От минимальной планки от 100 тысяч рублей до приблизительно чуть больше миллиона рублей за один тренинговый день. Бывает даже, я слышал цифры полтора миллиона рублей за один тренинг. Ты сегодня сказал, что у тебя больше 100 тренингов в год. Мы там предположим, что ты назвал вилку от 100 до миллиона, мы предположим где-нибудь посерединке. И даже если мы берем 100, то это уже 35 миллионов. Но за год это только на тренинговой деятельности. Плюс книги. На чем еще бизнес-тренеры зарабатывают? Я так понимаю, это книги. Первые тренинги, второй коучинг, третье сопутствующие материалы, которые касаются книг, аудиокниг, все, что на тренинге продается, книги обычно или разные аудиоверсии. И четвертое, это бизнес-школа или онлайн-школа. В частности, у меня есть сайт якуба.онлайн. У меня есть школа, в которой я в онлайне обучаю системно 19 уроков с домашними заданиями, мои встречи личные. И можно на 2 месяца купить, по-моему, начинают 15-20 тысяч рублей и прокачиваться в определенной нише в продажах, например. Я с вопросом. Скажите, а вы уже запустили проект? Нет, или пока на финале. А вы уже заказали, оплатили? Да, да, поняла. Скобочка, скобочка поняла. Вы что, запятые ставите, надо скобки ставить. А зачем? Я не понимаю, зачем скобки ставить? Вы улыбнитесь к человеку, а? Я вижу. Что ему скобки будут платить? Он мне еще копейки не оплатил, я ему уже должна улыбаться, да? Правильно? За Вейну какому-то, тем более. Ты сказал, что у тебя есть личарь агентства. Да. Хэдхантинговая. Ой, подожди, хэдхантинговая. И еще отдел продаж выстраивает. Тебе? Да, конечно, да. Да, верно. Согласись, справедливо, как мне кажется, вот если я обратился к тебе, наверное, это стоит недешево, я сразу предполагаю, правильно? Ну и не шибко дорого. Ну хорошо, это стоит сколько-то. И мне, например, я обращаюсь к тебе, и я хотел бы за эти деньги, чтобы твоя команда не просто как выстроила мне, типа, цепочку, там, звонки, продажи, а чтобы она какую-то дала мне гарантию. Ну, то есть, несешь ли ты какую-то ответственность, вот когда твоя команда выстраивает отдел продаж? Конечно, несу. Две дороги есть. Первое, или я даю инструменты, это как обучение в отделе отдел продаж за 60 дней, 2 месяца человек учится, принадлежит инструменты, есть домашнее задание, он выполняет их или не выполняет. Он решает сам, хотя куратор есть внутри. А есть второй, когда мы строим отдел продаж. И тут тоже как два подвектора есть. Первое, мы внедряемся, прослушиваем, говорим с сотрудниками, говорим, что как делать, выстраиваем серую систему и даем рекомендации, что именно вы должны делать для того, чтобы система работала. Если нас не нанимают, как сотрудник, который каждый день там сидит, мы не можем это контролировать полностью. Мы можем, исходя из серым, прослушки звонков, но удаленно то, что возможно. И тут как две плоскости есть. Первое, если мы даем советы, вы сами решайте, но мы знаем, что это правильно. Однако решение все равно за вами. Или второе, если мы прописываем в договоре, что увеличение должно быть на 20-30 процентов, мы проговариваем о том, какие действия должен сделать заказчик. Причем действия часто не финансового характера. Это не вбухивание денег, в рекламу бешеную. Это просто корректировка определенных действий. Например, я сегодня утром как раз, или в Москве ночью, в 0-0 я начал тренинг сегодня. Двухчасово у меня было выступление, компания перелосила на 2 часа перед вылетом, у меня больше не было возможности. Я был в компании, они занимаются, они трейдеры по спецодежде. Крупная организация, у них очень много продавцов. И вот я у них спросил, говорю, как вы фиксируете информацию? Они стали мне задавать вопросы, на мой взгляд, они такие очень классические. Я говорю, остановитесь, вы скажите, а вы как, давайте с корняю начнем, потому что это все поверхность. Вот важнее, где вы информацию фиксируете? И оказалось, ежедневник, листочки для записи, кто-то в телефоне. Я говорю, хорошо, с какого WhatsApp пишите? Кто с какого, кто-то вообще игнорит, ничего не отправляет. С какой почты пишите? Ладно, все пишут хотя бы с инфо собака вот этой вот почте. Ладно, хотя бы так. То есть, это есть столько базовых вещей, которые не настроены. Прослушка звонков есть? Прослушка звонков есть. Хоть это есть, но нет CRM. Они просто в Excel фиксируют. Ладно, хоть у них вот эти разродные, что-то есть, чего-то нет. Вот эту систему надо сначала базовую настроить, потом все работают только в одной системе, никаких ежедневников, листочков, кусочек газет. И вот дальше уже двигаем скрипты и все остальное. Базовые вещи сначала, остальное позднее. А не начинать, давайте скрипты сделаем, и потом удивляемся, почему у нас не идут продажи. если выстраивать систему, надо выстраивать ее как дом, фундамент, окна и все у правильных заказчиков. Твои гарантии какие? Мои гарантии, мои гарантии стопроцентные, если заказчик готов стопроцентно выполнять то, что говорит моя команда. Там не работаю не только я один, я как один из кураторов отдельного вектора. Например, CRM я своими руками не настрою. Ты взял деньги, вы все это настроили, продаж нет. Я верну деньги? Полностью. Полностью верну, но такого еще не было. Вы мне лично 16 тысяч должны, вся ваша компания, я вообще всем расскажу про вас. А чувствовать внутри что? Ничего я вам не отдам. Вы так чувствуете, да? Где грань бизнес-тренер и инфо-цыган? Вот где она? И чем вообще отличаются вот эти люди? Потому что человек, который не знает тебя, может предположить какое-то там, есть у него понимание, кто такие инфо-цыгане, люди, которые продают информацию в воздухе. Она же есть в интернете, она же бесплатная. Она бесплатная, а зачем кому-то платить? Вот есть один там инфо-цыган, все его там ахайли, есть Владимир Якуба, который там про продажи, про HR, еще про что-то рассказывает. Это же все есть в интернете. И Владимир Якуба тоже, наверное, инфо-цыган. Так я тоже есть в интернете. И тоже самое мою информацию можно посмотреть в интернете. Вот эта вот грань, она уже не такая тонкая. Мне это прямо можно разделить как с пропастью. И знаете, когда меня представляет или во мне говорят только о бизнес-тренере, мне даже немного неудобно. Потому что я в первую очередь предприниматель, запятая руководитель, запятая человек, который придумывает, создает проекты, что-то строит, запускает. Ну и через запятую бизнес-тренер или преподаватель, если хотите. Или человек, который не просто продает информацию, а который обучает, прокачивает навыки. Твои навыки, например, я прокачаю, и ты станешь более эффективен как руководитель. Вчера был на Камеди, там они с ТикТока сняли видео, где девушка предлагает по твоим пяти фотографиям, по твоим глазам описать там твою жизнь и что тебя ждет. Прикинь, и она это продает. Ну, в смысле, это, ну, явно, цыганство и полный бред, да? А если мы говорим, вот, ну, вот, где очень схожие какие-то моменты, вот как понять, что человек, это цыган? По-моему, отличие должно быть, вот я четыре назову. Первое, это, есть ли у человека бэкграунд и опыт. Второе, есть ли у человека реальные, живые видеоотзывы людей, которых можно найти в соцсетях, и это главное, главное взять и проверить. То есть, зайти к ним, посмотреть, кто они, что они, настоящие ли это, анкеты. Третье, это насколько человек глубоко разбирается в этой теме, не просто есть опыт, а глубоко разбирается, насколько есть видео уже про это, давно ли он ведет там YouTube или Instagram про эту тему, ну, то есть, и как я делаю обычно, я захожу в Instagram, вот так делаю движение, листаю в течение минуты, налистал два года назад, нажимаю, открываю, смотрю, что-то интересное, или наоборот, смотрю, человек вообще вязанием занимается, и пробовал себя в другой нише инфо, или какое-то, какое-то другого направление. И заключительно четвертое, ему нужно просто задавать просто вот такие же вопросы, которые ты мне задаешь. Они никакие не провокационные, они простые, открытые. Расскажи, почему ты, расскажи вообще, какой в этом смысл, а чем ты отличаешься, и посмотрите, как человек отвечает на эти вопросы, насколько вам кажется разумными его ответы. Такой вот, кстати, такой конкретный вопрос. Конкретный вопрос. Ты будешь на тренинге звонить? У меня есть клиент, у меня есть проблемы по продажам. Позвони, пожалуйста. Я тебе номер дам, просто помоги мне решить вопросы. Юра, не бери трубку, Юра, тут люди. Ну, не взял, так не взял, я бы с ним по-любому договорился. Я не знаю, что это не получается. Ну, он даже не отвечает. Ну, не знаю, так бывает, коллеги. Глеб, спасибо, это был очень интересный кейс. Представьтесь. Мне не сложно играть с ним. Отмазка тренеров по продажам. Они говорят, что как-то, командир команды футбольной, как же, капитан футбольной команды, тренер, капитан, он не обязан играть круто в футбол, он обязан говорить о стратегии, но это не относится к продажам. Это все сказки. Вот, наверное, вот это ключевой момент в бизнес-тренерстве, шоу, это хорошо или это плохо? Конечно, это хорошо. Если я, как хороший профессионал, буду просто доносить информацию скучно до тебя, то ты просто не будешь меня настолько внимательно слушать, насколько нужно, и пропускать самые важные моменты, на которые я, не обладая нужной компетенцией донесения информации, не буду расставлять акценты. И ты, соответственно, выйдешь и скажешь, ну, такое, пустовое там мероприятие было, хотя я суперпрофессионал, но просто некрасивый донес. Я посещал тренинги. Где? В том числе мои, я знаю, я тебя видел в аудитории. Но у тебя на тренингах, я не помню, чтобы мы танцевали. А, нет, бывают там какие-то типа повернитесь, что-то такое, да? Бывает, а разминочные больше, да? Вот зачем? Зачем на тренингах проводят вот эти истории? Давайте встанем, давайте потанцуем, давайте там попрыгаем, пообнимаемся. Что это? Это легкий способ обладать аудиторией и заманипулировать ей? Или в этом, ну, есть какое-то рациональное зерно с точки зрения именно тренинга? Вот открой нам секрет. Фишка в том, чтобы люди не просто слушали спикеры и кивали. Вот я, например, сижу в зале, ну, что-то записал. Вот так, знаете, я сижу в расслабленном, спокойном состоянии, киваю, слушаю. Теперь дело в задании, поговорите с кем-то, например, я с кем-то поговорил, что-то там обсудил, потом снова слушаю. Видите, как я? Посидел, посмотрел, посидел, посмотрел, и мое тело в работу не включается. А если ты еще физически начинаешь хоть что-то делать, что-то это, ну, хотя бы ты встал, передвижение, если какая-то деловая игра, или же действительно под музыку какие-то движения, в основном это происходит, в основном это бизнес-тренер делает, я так не делаю, я просто объясняю, зачем это. Это делаю для того, чтобы такая точка расслабленности, точка кипения комфортная у участника была. Он еще и внутренне как-то проникся в ту информацию, о которой говорят. Это тренинги обычно личностного роста, личного развития, но это такие тренинговые моменты, которые ломают страх. Однако вот к танцам, которые на тренингах происходят, надо относиться, ну, так вот, если ты как-то решил как учиться на этом тренинге, ну, попробуй, может быть, это подойдет тебе. Не подходит, встань в сторонке, посмотри. Если мы говорим про тренинги личностного роста, то я знаю один тренинг, где, в прямом смысле слова, пацанов, ну, это мужской типа тренинг, заставляли переодеваться или в женщин, или чуть ли не голыми, серьезно? выходить на улице, ну, типа, побороть себе какие-то страхи, возможно, все. Вот, знаешь, из этой истории, возможно, все, и там, пошел голый на улицу. Без шуток, голый? Без шуток, ну, или в женской одежде, там, я знаю историю, когда, когда там доходило до драки, по-моему, это то ли в Хабаровске, то ли в Владивостоке было, что парни переоделись с женщин, пошли на улицу, что там, ну, типа, такое задание было, что там спрашивали еще у людей, и в итоге там это даже дракой кончилось, представляешь? Нормально? Или это, в смысле, просто хочется уже каких-то впечатлений? В любой сфере деятельности можно определенную грань перейти, однако, на своих тренингах я периодически говорю, следующее, когда мы отрабатываем интонацию, если, например, ты не очень громко говоришь, не очень уверенно говоришь, я делаю вот так, говорю, Паша, скажи уже нормально, я говорю на тренинге, вот так вот, толкни соседа, вот так вот, говори уже, и другой начинает говорить хорошо, он говорит, нет, теперь нормально, то есть, вот это делается для того, чтобы появилась какая-то внутренняя, ну, как бы, агрессия, говорит, ты что это меня толкаешь? И от этого интонация ярче, диафрагма как-то там раскрывается, распрямляется, появляется такая внутренняя удивленность, и это в тренинговом моменте хорошо срабатывает. Поэтому вот как грань, если ты ее не переходишь, работают супер. Есть миллионы людей, миллионы предпринимателей, которые как-то живут, успешно развиваются, без бизнес-тренеров. Не является ли, вот это вот все тренерство, просто какой-то плацебо. Вы вспоминаете все тренинги, у тебя эмоциональный подъем, он длится неделю, потом привычки тебя побеждают, и все. Если система не работает, то привычки тебя побеждают еще быстрее. Совершенно точно. И про эффект плацебо, ты сказал верно, есть часть людей, которые идут на тренинг, потому что, потому что им лень. Приходит, заплатил свои там, не знаю, там 13 500, слушает, и скептицам слушает, ну, в принципе, это правильно он сказал, а так я делаю, ну, и это вроде бы я примерно так же делаю. Ну, в принципе, с людьми потусовался, пообщался, кофебрейки попил, покушал, вышел, ну, как-то вроде было интересно. Он сходил, чтобы потусоваться. Поэтому про эффект плацебо. Для кого-то это пилюля, а для кого-то это стимул, чтобы действовать и в поставленные сроки решать задачи. Кстати, я в конце тренинга периодически говорю, напишите себе три тройки, это вот выберите себе три вещи, которые вы слышали, и будете внедрять точно. Вот прям железно клянетесь, три вещи будете внедрять. Второе, троим расскажите знакомому, ну, там, можете хоть детям рассказать, вот кому-то, перескажите хоть чего-то. И третье, у вас есть три дня, чтобы это внедрить, или можете быть уверены, вы просто потусовались и разошлись. Забудьте про это. Я когда жил в Благовещенске, у меня была супер-вип-карта на год, я ходил на все бизнес-тренинги. Короче, я их отбивал просто нетворкингом. Моя схема, что нетворкинг в разрезе, там, года, а может и раньше, в зависимости от того, сколько денег было потрачено, он окупается. Ну, потому что ты знакомишься с людьми, тебе по-любому надо что-то там, не знаю, от бетона до телефона, там, от каких-то услуг, и у тебя всегда есть телефон человека, кто этим занимается, да? И, ну, ты такой, счастлив. Знаете, как меня спрашивают, а как найти себя? Как найти новую работу, которая тебе близка? И я отвечаю так, ты должен 2-3 дня поработать в этой сфере, недельку здесь, а потом напроситься к Павлу позвонить, говорит, Павел, у тебя там крутая сеть, у тебя тут и йота, и клубы, да, вот, кибераренны, кибераренны, столько ты мне все рассказывал, гипернаправление, напроситься к Павлу, Павел, а можно я у тебя поработаю, ну, хотя бы там помощником, может мне зарплату не платить, но чтобы я немного поразбирался. Если Павел видит, что ты, я никак не засланный казачок, просто парень, которому интересно, и может быть он останется, ты бы меня взял на работу, может быть, мне засосало бы, вот прям понравилось бы, а может через неделю я бы от тебя уволился, но я разобрался в этом, в этом, в этом, в этом, и исходя из всего, сделал вывод, я кем хочу быть, наемным, предпринимателем, на госслужбу пойти, в конце концов, потому что я там тоже поработал недельку. То же самое по обучению, не рубите с плечами, делайте абсолютных выводов. Есть дни открытых дверей во многих предприятиях образовательных, а если нет, то тогда прям ходить туда надо, потусоваться, посмотреть, пообщаться со студентами, их отзывами, и примерно ставить свое личное мнение, а не мнение родителей, и не мнение спикеров на ютиле. Везде найдется место для хорошего специалиста, и наоборот, плохого специалиста рынок выкинет довольно оперативно. И еще я хочу просто быстро у тебя спросить. Давай. Лучшие книги или тренинги не свои. Чао Динни, психология влияния, Айзексон, Стив Джобс, и Робинзон Круза, Дефо. Итак, друзья, все, мы заканчиваем наш сегодня день с Владимиром Якубой. Спасибо вам, что смотрели, вы сделали для себя выводы, кто такой Владимир Якуба. Подписывайтесь на нас, ну, вся вот эта вот история, вы в курсе. Всем пока. До встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok